Филипп Александрович, Ваш комментарий по сегодняшнему матчу? Проиграли игру сегодня, очередную, не очередную, окей, вторую на старте чемпионата. Считаю, что наша команда сегодня выглядела не столь, наверное, агрессивно в атаке, но уже лучше, наверное, по сравнению с первой игрой. Создали пару моментов, два, точнее, момента, создали хороших, да, где в первом тайме и Артур Гребян головой бил, вратарь вытащил такой мяч трудный, да, и во втором тайме Микаэль Ужахов пробил левой ногой, хороший эпизод создал, да, что ему не хватало в предыдущих играх, где он много переигрывал, без конкретики, то сейчас начинает у него проявляться, и это радует, да, и по сравнению с там, наверное, будем откровенны, что с предыдущей, да, частью сезона мы немножечко, не то что ослабились, но да, ряд футболистов у нас ушли вроде ну два, и ушли в другие команды во второй лиге, там, в серебряную зону. С приходом новых молодых ребят у нас не хватает немножечко опыта, введение единоборств, введение игры атакующей, но все это, опять же, в тренировочном процессе через сборы, мы наигрываем и пытаемся донести, что ничего страшного не произошло, мы идем дальше, да, и, наверное, эту игру можно занести в актив в ряде моментов, мы выглядели достойно и с преимуществом играли, то, что Химик показал нам футбол, тот, который мы не очень любим, да, где много верховой борьбы, и много моментов таких спорных, не футбольных, так скажем, они их все выиграли, ну, большинство выиграли, а то, что мы были больше на мячей, контролировали, что-то создавали, наверное, наши ребята сегодня были лучше, в этом обидный штрафной, который вы поставили, непонятно, спорный там, вот, и пару эпизодов, наверное, спорных, в их ворота, когда мы могли обострять, на нас фалят, не ставят пенальти, и два таких момента, которых можно было, наверное, по-другому трактовать, вопрос судейский, они сами между собой решат, так что двигаемся дальше. Удивил ли нас Химик в целом, исходя из того, что не так давно играли с ними уже два раза в прошлом чемпионате? Да нет, он нас не удивляет, Химик нас, никто, наверное, пока не удивил так сильно, наверное, в Санкт-Петербург в первой игре мы ожидали от них более агрессивной игры впереди, в прессинге, да, домашняя игра первая, они стали в среднем блоке сначала, в втором тайме в зале стали Химик, также стали в среднем блоке и пытались играть на быстрых атаках или только на длинных передачах, вперед-забросах, там, за спину, вот, поэтому здесь не так много команд, которые играют в открытый футбол, которые стараются комбинировать, да, тем более, еще раз говорю, у нас молодая команда, большинство из них это воспитанники Академии, Родины, которые прибавляют от игры к игре, и будут прибавлять, и будут добиваться результата, мы в этом не сомневаемся, при должном отношении, как на футбольном поле, так и вне футбольного поля. Погода сегодня футбольная была? Нормальная погода сегодня была футбольная. Филипп Александрович, заключительный вопрос. Сегодняшний выпуск программки был посвящен вам, как вы относитесь к такому, вот, то, что вы открываете новый сезон в плане публикации по программкам. Ну, домашняя игра, и вы выбрали, ну, значит, ну, открыл. Спасибо за такую честь, так скажем. Открыл, но открыл неудачно по результатам. Так что следующую игру, я думаю, кто-нибудь откроет другой, и добьемся результата уже в следующей домашней игре. А сейчас едем в Киров, летим туда, точнее, да, и добиваться положительного результата и хорошей игры с нашей стороны. Это ключевое. Спасибо.